Теннисный мячик В несколько раз выше той высоты, с которой мы его отпустили. Попробуем разобраться, в чем тут дело. К моменту удара оба мяча набрали одинаковую скорость В. Будем считать все удары абсолютно упругими. Баскетбольный мяч ударяется о пол первым и отскакивает вверх с той же самой скоростью В. А теннисный мяч все еще продолжает лететь со скоростью В вниз. С точки зрения баскетбольного мяча, теннисный мяч налетает на него со скоростью 2В. Баскетбольный мяч тяжелый, поэтому он почти не испытывает отдачи. Легкий теннисный мяч упруга отскочит от него, как от стенки, и будет удаляться с такой же скоростью 2В. Но с точки зрения земли, баскетбольный мяч сам летит вверх со скоростью В, поэтому теннисный мяч удаляется от пола со скоростью 3В. Высота подъема брошенного вверх мяча пропорциональна квадрату его начальной скорости. Скорость после отскока увеличилась в 3 раза, следовательно, высота после отскока должна увеличиться в 9 раз. Однако в нашем опыте высота увеличилась не в 9, а всего в 4 раза. Что же, наша модель неправильная? Нет, она правильная, но в ней не учтены некоторые потери. Во-первых, отскок мячей не абсолютно упругий. Если бросить на пол баскетбольный мяч, он после отскока поднимется не на первоначальную высоту, а только на 0,67 этой высоты. А скорость после удара составляет примерно 0,8 от скорости до удара. Во-вторых, при ударе баскетбольный мяч испытывает небольшую отдачу. Чтобы увидеть эту отдачу, подвесим оба мяча на нитях, отведем теннисный мяч в сторону и дадим ему удариться о баскетбольный. Баскетбольный мяч приходит в движение, а теннисный мяч поднимается на 0,46 исходной высоты. Вместе с тем, что он не может быть вверх. Его скорость после удара составляет примерно 0,7 от скорости до удара. Итак, скорость баскетбольного мяча после отскока равна не единице, а 0,8. Теннисный мяч сближается с баскетбольным со скоростью 1,8. После отскока он будет удаляться от баскетбольного мяча со скоростью примерно 1,2. Значит, от пола он будет удаляться со скоростью 2,0. Поэтому теннисный мяч поднимется на высоту больше первоначальной примерно в 4 раза. Этот расчет отлично согласуется с нашим опытом, в котором высота увеличилась в 4 раза. А теперь сделаем опыт с тремя мячами, последовательно убывающей массы. Хотя я бросал мячи с совсем небольшой высоты, верхний мяч все равно вылетел из кадра. Ясно, что чем больше мячей мы положим друг на друга, тем сильнее мы разгоним верхний мячик. Попробуйте рассчитать, до какой наибольшей скорости можно разогнать мяч в таком многоступенчатом ускорителе. И напишите об этом в комментариях к нашему фильму.